Итак, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро, бонжур, шалом. Так, собираемся, собираемся, вот типа у меня, чтобы видно было. Итак, мы продолжаем изучать Тору, изучать Тору в моей интерпретации. Вообще любое изучение, чего бы то ни было, это интерпретация того, кто обучает. Всем доброе утро. И это надо всегда понимать, что то, что мы учим, это интерпретация. И очень часто то, что мы учим, это не очень часто, это всегда так. Это интерпретация с интерпретацией, представляете? То есть, когда человек что-то рассказывает, обычно пересказывает то, что он где-то слышал, это его интерпретация с интерпретацией кого-то. И плюс он еще добавляет что-то от себя, какое-то, может быть, у него происходит соединение, может быть, что-то он, идея какая-то, да? Хорошо, друзья, все, вот мы уже собрались. Сегодня у нас канун праздника Суккот. И канун Суккота мало времени, нужно много успеть. Сегодня прям целый день, очень много дел, подготовка к празднику. То есть, сейчас будет в Израиле один день праздника, за границей удвоено, два дня. Говорят, что за границей тяжелее доходит святость. И в Израиле за один день полностью происходит этот процесс, прям накрывает тебя вот этим вот энергией этого праздника. А за границей, пока тебя накроют, это два дня должно пройти. То есть, вот так вот. Поэтому удваивается. Это одна из причин, почему за границей удваивается. Хотя, как бы была фактическая причина, что раньше же определяли все праздники, все это было лунный, ну, календарь-то лунный. И вот новая луна, там, освещение нового месяца было связано с тем, что до за границей дольше доходило. Но уже две тысячи лет календарь рассчитали. И могли бы совершенно спокойно, точно зная о празднице, за границей тоже праздновать один день. Но мудрецы оставили, сказали, значит, пускай за границей как два дня было, так и будет. И, ну, а причина, почему, уже же мы знаем точно, когда. Так, причина, чтобы праздник прочувствовать за границей, тяжелее прочувствовать праздник. И сегодня у нас будет урок про праздник. У нас будет урок про праздник. Вообще, к чему мы готовимся, что за праздник Суккот, как правильно его пройти с психологической точки зрения. То есть, есть технический ритуал, да, то есть, что нужно делать. Технический ритуал, мы сейчас будем 7 дней жить в шалашах. Уходим в шалаши, да, то есть, с сегодняшнего вечера мы заходим в шалаш, произносим благословение, что ты нам повелел, повелел нам 7 дней жить в шалашах. И, значит, на 7 дней мы уходим жить в шалаше. Ну, это техническая часть, понятно. Кушать, спать, все, в шалаши. Теперь, значит, техническая часть еще есть в праздник Суккот Заповедь, надо взять четыре растения Четыре растения, такое как этот Этрогу называется Как лимончик такой, да, как лимон, только очень красивый, большой Нужно взять пальмовая ветка Нужно взять, это называется, Мирта Почему-то называется Мирта, Адаса на иврите И Ива, Ивовая ветка То есть берется четыре вида растений Одно это плод, второе это ветка И одна ветка Мирта, которая хорошо пахнет, такая прям пахнущая А Ива, она и не пахнет, и плодов не дает И все это вместе нужно соединить, связать И, значит, нужно этим вот так вот подрести Непонятная тоже заповедь Но прямо это заповедь Исторы, это сделать И мы будем это делать, заповедь Исторы в первый день праздника Суккот, это сделать И третья заповедь в праздник Суккот, третья заповедь в праздник Суккот, это радоваться То есть, представляете, Бог сказал радуйся в празднике И это прямо конкретная заповедь, вот сейчас надо будет семь дней радоваться Теперь это как бы технические три заповеди, которые есть в этот праздник А теперь мы, я хочу чуть копнуть психологический подход этого Зачем это все делать, как и какая психологическая работа должна произойти в эти семь дней Чтобы, как бы, заповедь, она человека меняет на духовном уровне Но все так очень сделано, чтобы измениться не только на духовном уровне, но и на психологическом Теперь, с психологической точки зрения, здесь есть три, как бы, три основных вот в этих заповедях Три основных идей, на которые я хочу, чтобы вы обратили внимание Те, кто будут это праздновать, а те, кто не будут праздновать Так они могут просто на эти психологические идеи обратить внимание Потому что они очень важны для становления человека Итак, первая идея, почему мы выходим и живем семь дней в шалашах То есть, вся жизнь человека, она построена на том, чтобы обезопасить себя То есть, инстинкт самосохранения, это главный инстинкт, который определяет все наши решения, идеи и так далее То есть, подспудно, вот как бы подспудно, это имеется ввиду неосознаваемо Вот этот инстинкт самосохранения, он руководит всеми мыслями человека Его вниманием, его ожиданиями от будущего, его планированием, его постановкой целей То есть, все время человек хочет обезопасить себя, обезопасить свою жизнь, свое физическое существование То есть, человек все время стремится к безопасности Теперь, человек нерелигиозный У него, у него, кто обеспечит его безопасность? Только он сам и может На кого надеяться? То есть, нерелигиозный человек, он на Бога не надеется А он надеется только на себя Иногда он надеется на каких-то людей, которые ему пообещали помощь Может, это будет даже его правительство, государство, там, друзья, родственники и так далее Но человек все время, он основной, все равно элемент, он говорит, что я сам должен за себя бороться И одним из средств защиты на протяжении всей истории человечества Это было создать себе укрепленное жилище То есть, у человека есть стремление иметь укрепленную, там, пещеру, квартиру Свою, вот, чтобы я не сидел закрытый стенами, решетками, все Вот, чтобы было безопасно И вдруг в Суккот, это осень, осень, праздник сбора урожая Уже урожай собрали Говорит нам Бог через Тору А теперь выйди из своего постоянного жилища И зайди на неделю в шалаш Живи неделю в шалаше Должно быть так, чтобы вот эти вот листья, которые делают крышу Чтобы было видно обязательно звезды Чтобы было, чтобы было Вот сквозь крышу видно небо И живи, то есть живи вот так вот неделю Кушай, спи и так далее И думай, как раз в Суккот читают книгу Коэлит, Экклезиаст Можно скачать у нас на сайте Можно еще раз попросим сейчас Влада Косова и Яков Шататина Чтобы они под это видео прикрепили Прикрепили ссылочку для скачивания книги Или в электронном виде Коэлит, Экклезиаст Когда-то у нас были год уроки по этой книге Есть книга, уроки по книге Коэлит, Экклезиаст И вот нужно сидеть в этом шалаше Читать книгу Экклезиаст Коэлит, что все суета-сует И все это в какой-то момент закончится И голый человек в этот мир приходит Голый отсюда уходит И значит в этом состоянии неделю Приучать себя осознать и понять Что как ты себя не защищай Все это все равно бренность вот этого всего материального мира И все это в один момент может закончиться И вот когда ты это все осознаешь То тогда-тогда можно прийти к Давайте еще посмотрим Значит сука Это мы выходим из постоянного жилища И живем в шалаше для того, чтобы осознать Иллюзорность, временность и бренность всего происходящего Теперь вторая заповедь Это взять четыре вида растений И ими трясти Вообще непонятная заповедь Чему она может человека научить Ну что здесь Какая здесь Вообще какой в этом смысл И вот именно мне кажется Что в этом и есть смысл этой заповеди Что в ней нет смысла В ней нет смысла В ней есть смысл только один Бог сказал делать и я делаю В этом смысл вот этого вот потрясания Этими четырьмя Четырьмя этими растениями Когда ты говоришь Что да Я пытаюсь все наделить смыслом Но во всем есть один смысл Бог это создал так, как создал Он запустил этот механизм Только для того, чтобы человек Живя в этой рутине Нашел Бога Все И а как он найдет Бога И вот даются вот такие вот Непонятные задания Как Авраам Авину Авраам, который первый осознал Бога И соединился с Богом Значит Аврааму Бог дал десять испытаний Вообще непонятных испытаний Зачем это нужно Почему это нужно Но именно за счет того, что Авраам проходил каждое это испытание Он еще ближе-ближе соединялся с Богом То же самое Смысл вот этой вот заповеди Четыре вида растений Можно там находить смыслы Выдумывать смыслы Как-то соединять смыслы Но по факту смысл один Беспрекословное Выполнение Заповедей Бога Даже если ты не понимаешь В них смысла И тогда Если ты Живешь в шалаше Полагаешься на Всевышнего Если ты Выполняешь его задание Не обдумывая вообще Почему и как А как когда-то Как народ Израиля Принимал Тору Сказали Сделаем А потом разберемся На Севенишма В этот момент Тебя накрывает Настоящая радость Радость праздника И это Третья заповедь Откуда берется Вот эта радость В праздник Значит вообще Радость у человека Берется из Давайте по-другому Подойдем Что забирает У человека радость У человека забирает Радость Страх Беспокойство И проблемы Теперь И все это Происходит Почему Потому что Человек Он все время думает Что он должен Сделать свою жизнь Лучше Понимаете Теперь Но если человек Полагается на Бога И он говорит Что я должен Я должен выполнять То что Бог мне сказал А Бог обо мне Позаботится Он сделает Мою жизнь лучше И завтра И послезавтра Даст Бог день Даст Бог пищу Даст Бог день Даст Бог одежду Даст Бог день Все будет хорошо В этот момент Когда человек Перестает Беспокоиться О своем будущем А он Вот доверяет Богу Полагается на Бога В этот момент У него прямо Шух Гора с плеч У него прямо Спокойствие Такое наступает И радость Да И вот как раз Неделю Когда ты живешь В шалаше Ты приучаешься Понимать Что то что ты боишься Собираешься Там копишь И так далее Ты вот в шалаше Живешь И нормально Нормальненько Шалашик у тебя есть У тебя есть там Спальный мешок Я сейчас покупаю Спальный мешок Раскладушечка И ты спокойненько В этом шалаше Лежишь С хорошей книжечкой Смотришь на небо И ничего не меняется В твоей жизни Ты видишь Что все нормально И когда ты понимаешь Что тебе в принципе Это для жизни Бог тебя всегда обеспечит То есть все остальное Ты себе сам придумываешь Уже Пол радости У тебя есть Теперь вторая половина Радости Значит Когда человек Радуется Когда у него нет проблем Он может полагаться На Всевышнего В этот момент Человек радуется И второе Когда у него нет Вот этих вот Огромного количества Нереализованных Вожделений Которыми Опутан человек То есть У меня например Я посмотрел Список своих проектов У меня где-то там 30 или 40 Незаконченных проектов 30 или 40 И все они Забирают у меня Радости Потому что Незаконченный проект Он как Как забота Которая включена В голове Забота И все жужжит И я думаю А зачем я эти все проекты Это начал Потому что Что мне мало было Моих проектов Которые закончены Уже Которые хорошо работают Зачем я начал 30 новых проектов И это именно То свойство Человека Которое Которое С одной стороны Оно тоже По умолчанию Включено То есть Человек хочет Больше Он хочет расширяться Глаза видят Сердце хочет Руки-ноди делают Особенно если Ты полагаешься На Всевышнего Что он тебе поможет Так тебе легко начать Но потом то Все равно Это все надо Заканчивать 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 И это то Что забирает Тоже радость То есть Первое Что забирает радость Это беспокойство За завтрашний день Второе Что забирает радость Это желание Нереализованное желание Когда ты Имеешь много Разных растяжек Желаний И они Нереализованные Это забирает радость Ты как бы Живешь В состоянии Ненаполненности Нереализованности Теперь Всюгодность То же самое Он учит, вот у тебя есть шалаш, вот ты полагаешься на Бога, он позаботится о тебе, он даст тебе вечную жизнь, он даст тебе радость там, здесь спокойно будет, все отлично. И второе, что учится Суккот, это довольствоваться малым. То есть ты довольствуешься очень маленькими такими вещами, да, то есть шалаш, раскладушечка, вина бутылка, там мясо, хлеба кусочек, да, и ты себе такой, все значит отлично празднуешь, радуешься. Это второе, что учит Суккот. И третье, что учит Суккот, есть прямо когда заповедь радоваться, то ты должен радоваться, и ты ищешь свойства, как радоваться. И мудрецы, они предлагают, например, простые методы, там они говорят, нет радости без мяса и вина. То есть простой способ, это вкусно покушать и с друзьями посидеть в этом шалаше, пообщаться на святые темы. Прекрасно, и ты видишь, что ты можешь от этого радоваться. Песни попеть, потанцевать, в шалаше тоже классно потанцевать. Все, вот три вещи, которые надо делать в Суккот. Вот, если эти три вещи делать Суккот, то тогда эта радость, она распространится и на весь будущий год. То есть ты уверен во Всевышнем, что все будет хорошо. Ты не даешь своим желаниям расплющить тебя, поставить в растяжку, да, как, когда человек, он очень много хочет, и особенно он много начинает. И у него вот эти вот его же как бы желания, они его растянули прям вообще. То есть найти что-то одно, то, что тебя реально радует, то, что тебя реально вставляет, то, что тебе вот хорошо нравится, и ты этим занимаешься. Себе запланировать это. Полагаться на Всевышнего, что он тебе именно в этом даст успех. То есть если Бог тебе хочет дать успех, как, знаете, есть известная история про... Для меня это как бы самая главная метафора, вот откуда берется богатство, да. Берется богатство так. Так, есть такая известная история. Была одна женщина, значит, ее муж, ее муж спасал пророков. И он занимал деньги, занимал, занимал, спасал пророков. Это был пророк Авадия. И он, значит, спасал, кормил за свои деньги, там, две группы пророков в пещерах, когда на них были гонения. И в итоге, в итоге его жена осталась с долгами, он умер. И она приходит, по-моему, к пророку Ильяу или к Ильише, у тебя не помню. Или к Ильяу, по-моему, к пророку Ильяу. И она ему говорит, вот у меня долги, у меня сейчас детей заберут за долги в рабство. Все, что делать? А он ей говорит, что делать, что делать? А что у тебя есть? Он ее спрашивает, что у тебя есть? Она говорит, у меня есть дома, всего лишь осталось немного масла, чуть-чуть масла. Он ей говорит, хорошо, иди к соседям, попроси у них посуду. И она начала ходить по соседям и просить у них посуду, сосуды такие, да, для масла. Сосуды пошла, она занимала этих банок, бутылок, сосудов. Он ей говорит, все, заходи в дом, закрывай дверь и начинай лить свое масло в эти сосуды. И, значит, она начала лить масло, Бог сделал чудо, это масло начало литься, 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 пока она не наполнила все сосуды, закончились пустые сосуды, закончила течь масло. Все, она продала масло и у нее были деньги. Так это метафора на то, что если человек, у него есть хоть чуть-чуть своего масла, да, он должен чем-то заниматься своим, своим каким-то любимым делом, да, то, что он любит, то, что его призвание, предназначение. Если человек подготовил сосуды, то есть сосуды это возможность, чтобы он в этом деле, да, чтобы он в этом деле Бог ему мог дать благословение. Например, если человек, если человек, вот он реально хочет разбогатеть, он должен придумать, как оно, ну вот, чтобы это было, возможность чтобы была, да, Потому что, например, если человек хочет заработать миллион долларов, а он работает, например, бухгалтером и выполняет почасовую работу, но не может там быть миллиона долларов в принципе. То есть там нет сосуда для миллиона долларов. То есть он должен каким-то образом подумать, каким образом в бухгалтерии может у него появиться этот миллион долларов или хотя бы купить лотерейный билет. То есть нужно подготовить сосуд, в который может опуститься это благословение. В общем, еще раз, если взять этот праздник Суккот, то это такой недельный перерыв, который нас учит. Первое, он нас учит бренности всего земного, и ты понимаешь, что тебе в шалаше ничуть не хуже, чем тебе там в какой-то квартире. Второе, что он нас учит убрать свои желания и оставив из них только буквально несколько, сосредоточиться на них. То есть убрать вот эти вот кучу всяких желаний, и тогда наступает радость. Третье, он нас учит подчиняться Богу, даже если мы не понимаем, как это работает. Это четыре вида растений. И четвертое, он нас учит радоваться. Радоваться, то есть это обязанность. Это не то, что человек может радоваться, а может не радоваться. Человек должен радоваться, и радость, она сама по себе является платформой для всего остального хорошего в жизни. Потому что человек радостный и веселый, к нему тянутся люди, ему хотят помогать, он является магнитом для всего. И есть еще одна очень интересная вещь такая, это я недавно узнал, что там психологи изучали, как работает намерение. То есть есть же целое направление, квантовая психология, квантовая физика, которые утверждают, что внимание наблюдателя формирует реальность. Так вот, они проводили исследование, и оказалось, что когда человек находится в приподнятом эмоциональном состоянии, то есть у него есть внутри вот эта эмоциональная позитивная энергия, то его намерение, оно очень сильно меняет реальность. А если он находится в подавленном, то не меняет. Теперь получается очень интересная вещь, что когда ты находишься в состоянии благодарности, радости, любви к Богу, то в этот момент твоя молитва, которая является твоим намерением по изменению твоего же состояния в мире, эта молитва, она, естественно, оказывает большее влияние. Это как бы, если посмотреть с точки зрения квантовой физики, квантовой психологии, как работает молитва. Мы-то знаем, что молитва, она была еще до того, как эти все слова появились. Поэтому еще раз, мы входим в состояние радости и благодарности Всевышнему для того, чтобы в этом же состоянии больше позитивно влиять на мир. Все, я вам желаю радостного, веселого праздника Суккот. Значит, если вы его соблюдаете, отлично, в любом городе есть, в любой, там где есть синагоги, особенно если это Хаббат, Бейт-Хаббат, там они прямо очень стараются идти к людям. Так вот, есть вот эти вот шалаши, в этих шалашах можно прийти, покушать, посидеть и, значит, давайте встречаемся в шалашах. Все, а те, кто в шалашах не встречаются, просто побольше радости и поменьше проблем, которые мы сами себе часто создаем своими нереализованными желаниями. Все, удачи, успехов. Влад Косов сейчас прикрепит книгу Каэлли Теклезиад, чтобы каждый мог ее прочитать в эту неделю. И всем удачи, успехов и радости. Все, хак-самэх, радостного праздника. Напишите, пожалуйста, свои выводы, что вы для себя, какие вы сделали выводы. Очень важно не просто слушать, а сделать вывод, запланировать какие-то действия и эти действия сделать. Все, удачи, успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok